На Средненевском судостроительном заводе построили уникальный боевой корабль с корпусом из стекловолокна. Представители книги рекордов Гиннесса собираются на Средненевский судостроительный завод. Им покажут уникальный полностью композитный корпус противоминного тральщика, водоизмещением почти тысячи тонн. До этого момента подобным способом делали корабли в два, а то и в три раза меньше. Начальник цеха в прямом смысле сдувает пылинки со своего творения. Ведь ему впервые в мире удалось создать монолитный корпус из стекловолокна такого размера. 70 метров в длину и почти 8,5 в высоту. В сухую была выложена ткань различных плетений и пропитана специальным связующим. Монолитный корпус, монокок, не имеющий нигде разъемов. Уникальный не материал, из которого сделан корпус. Это стекловолокно и смола. Так строят уже не один десяток лет. Но строят небольшие корабли. Уникальная технология. Сперва автоматика нарезает ткань. Ее здесь порядка 40 тонн в 30 слоев. Ее выкладывают в матрицу, затем слои прессуются и как по кровеносной системе пропитываются смолой. Корпус застывает за 5-6 часов. Затем матрицу раздвигают и вытаскивают на стапель готовый корпус. При существующей технологии контроля матрицы и слежения за ней, в данной матрице мы можем сейчас серийно изготавливать эти корпуса уже в совершенно сжатые сроки, буквально за три месяца. На срезе видны слои тканей, но по прочности такой корпус не уступает алюминиевому. Весит всего 70 тонн, а не 200, как металлический. Не нужно каждый год чистить и красить днище. Срок эксплуатации продлевается до 60 лет. Таким же образом делают палубу и все внутренние перемычки. В военной области они будут применяться при строительстве специальных кораблей для борьбы с противоминным оружием. В гражданской областях эти технологии могут применяться при строительстве скоростных катеров, пассажирских паромов. Военно-морской флот России, почему заказу и строится этот корабль, остановил свой выбор на композитном корпусе, так как это значительно снижает уязвимость корабля при поиске мин. Для гражданского судостроения композитный корпус – это легкость, а значит экономия. При возможности строительства любых форм и матриц, заливка полностью композитного корпуса – теперь лишь дело времени. Дело техники освоено. Уже к концу 2012 года противоминный тральщик будет полностью укомплектован и спущен на воду.